Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Николай Николаевич, все те, кто носит мала и все, кто говорит на русском, или проще говоря, малорусы, в общем, всем привет, с вами Николай Николаевич, мы сегодня будем продолжать томить, мучить искусственный интеллект по поводу очень древней славянской традиции, которую носит название исихазм или аджапа-джапа в ведической культуре. Постоянного-постоянного чтения Иисусовой молитвы, чтения специальной мантры. Вот, мы уже с вами узнали, что даже с точки зрения современной науки, даже с точки зрения всех запасов знания, которые мы сейчас накопили, умная молитва, это не значит молитва в уме, умная молитва, это говорение тоже. Умная молитва, это значит подчинение себе, своему уму, своей силы воли, всей деятельности твоего тела, в том числе и говорение, и посчение, и моление, и наклонение, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мы продолжаем мучить сегодня чат GPT по поводу вот нашей этой практики, узнаем больше, что такое гнозис, является ли гнозис знанием не от ума, и ответим на очень-очень многие вопросы. Если вам это интересно, добро пожаловать. Вот, ну, хочу сказать, что меня, конечно, очень поражает эта бесконечная духовность, духовность. Я говорю, хорошо, дай определение духовности. Духовность, пишет он мне, это понятие, которое охватывает широкий спектр значений и может варьировать в различных контекстах и культурах. Духовность связывается с осознанием, пониманием, исследованием глубоких и значимых аспектов человеческого существования, включая вопрос о ценностях, смысле жизни, вере, связи с высшей силой, трансцендентном опыте внутреннем развития. Она как может относиться к религиозным верным практикам, но также может простираться за рамки конкретных религий, быть связана с пониманием, поиском, глубинными аспектами жизни. Это целостность, гармония, внутренний покой, этическая ответственность, развитие внутренних качеств и т-т-т-т-т-т-т. Все это бесполятно. Значит, я ему спрашиваю, братья, используя бритву Акамы, изучи такое понятие, как духовность, духовный мир. Что это такое вообще? Теория первая. Духовность – это все вот твое вот это вот бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, вышеперечисленное. И теория очень простая вторая. Духовность – это волновой мир. Мир волн, где ничего не исчезает. Все либо остается таким же всегда, либо поглощается, либо отражается от чего-то. Применяя принципы Камы, которые призывают предпочитать более простые объяснения к двум теориям о духовности, можно сказать следующее. Первая теория описывает духовность в традиционном вообще широком при широком смысле, чтобы их поймешь, связывая ее с глубокими значимыми аспектами человеческого существования, включая поиск смысла жизни, связь с высшими силами, развитие внутренних качеств, этическую ответственность. Это широкое распространенное понимание духовности, которое находит свое выражение в различных религиозных философских традициях. Вторая теория связывает духовность с волновым миром. И хотя понятие волнового мира может быть интересным и иметь свои особенности в определенных контекстах, это представление о духовности может быть более сложным и менее универсальным, чем все вот это вот то, что он мне накидал там, представляете? И с учетом бритвы Акама, пишет мне эта очкастая гадость, первая теория, которая описывает духовность в более широком смысле, будет более предпочтительна, чем просто простая теория о том, что духовный мир, о котором говорили нам древние философы, это мир, просто волновой мир. Но, потому что это лучше, однако важно помнить, и духовные аспекты часто остаются открытыми, подвержены различным толкованиям, мы этим и будем с вами заниматься. Могу ли я использовать слово «дух» как волна? Тепловая, звуковая, электромагнитная волна. Дух. Наши – ничто, волна. Слово «дух» в обычном отреблении обычно не ассоциируется с волнами, такими как тепловые, звуковые, электромагнитные. В контексте повседневной речи дух обычно относится к понятиям, связанным с сознанием, душой, духовностью, нравственностью и к высшим силам. Однако, в определенных контекстах и областях, таких как философия, метафизика или оккультное значение, слово «дух» может быть использовано в более абстрактном или метафорическом смысле. Какая метафорический смысл в том, что я сейчас говорю и создаю волны духовные, понимаете, чтобы обозначить некую форму энергии или сущность, которая может быть аналогичной волновым явлениям. Например, некоторые философские, экзотерические системы могут предполагать, что дух распространяется или передвигается подобно волнам. Да, конечно, потому что это волны и есть, но это обычно не соответствует общепринятому употреблению слова. В обычной речи и научных контекстах, когда мы говорим о тепловых, звуковых или электромагнитных волнах, обычно используются эти термины, а не слово «дух». Хорошо, ладно, я понял, до свидания. Я его прошу, приведи цитаты Григория Синайского, в которых он описывает практику чтения молитвы и на вдохе, и на выдохе. Он говорит, что у него, к сожалению, у этой огромной, но очень-очень ленивой библиотеки нет доступа к цитатам Григория Синайского, так как он является исторической фигурой. И его работы могут быть представлены в различных текстах и исследованиях. То есть у него есть там тексты, у него есть там исследования, но нет прямого доступа к цитатам Григория Синайского. То есть цитаты Мерлин Монро у него есть, а цитаты исторической фигуры под названием Григорий Синайский у него нет. И он предлагает мне общую информацию о практике чтения молитвы на вдохе и на выдохе. И он говорит, что Григорий Синайский пропагандировал практику постоянного чтения Иисусовой молитвы, которая включала в себя повторение фразы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», что вранье, потому что эта формула, она только с 1866 года. Так вот, эта форма была медитативной практики и молитва становилась постоянным сопровождением дыхания, внедряясь в каждый момент в жизнь. То есть постоянного-постоянного чтения. Однако, для получения точных цитат, подробной информации о практиках Григория Синайского, я рекомендую вам обратиться к его сочинениям. А ты тут на что тогда? И биографиям, и работам исследователей, которые изучали его вклад в духовную практику, это будет более надежно, чем вот этот весь даст мне просто шанс. В общем, короче, задаем вопрос. Хорошо. Можно ли сделать предположение, что практика чтения молитвы и контроль вдоха и выдоха является частью пранаямы? Да, отвечает мне Вася, можно сделать предположение, что практика чтения молитвы с контролем вдоха и выдоха может быть связана с практикой пранаямы. Пранаяма – это одна из важных составляющих йогической практики, которая фокусируется на контроле дыхания и энергетическом аспекте дыхания. Понятно. В практике пранаямы используются различные техники дыхания, включая задержки, глубокие вдохи, выдохи и координацию дыхания с определенными мантрами или молитвы. То есть исихазм – техника чтения молитвы на вдохе и на выдохе, о которой вы упоминали ранее, может быть рассмотрена как форма пранаямы, так как в ней осуществляется контроль над процессом дыхания и сознательно использование дыхания во время молитвенной практики. Или умная молитва – это позволяет связать физиологический аспект дыхания с духовной практикой, создавая гармонию между телом, умом и духом. Однако важно отметить, что это предположение основано на аналогии и общих принципах и может быть зависимым от контекста и конкретной практики. Если вам интересна глубокая детальная информация о связи, практике, чтении молитвы и пранаямы, рекомендую обратиться вам к литературе, учителям, экспертам, специализирующим в этой области. Ну так, дай мне такие рекомендации. И он мне дает йогические тексты. Изучите классические йогевские тексты, такие как йога Сутры Паданжали, йога Хатка Йог Прадипика, где описываются различные аспекты пранаямы и ее связь с духовной практикой. Эти тексты содержат инструкции и техники, и даже философские аспекты пранаямы. Литература о медитации и духовной практике. Обратитесь к статьям и книгам, которые обсуждают практики медитации и духовной практики, где может быть попянута связь между молитвой и пранаямой. Некоторые такие авторы, как Йогананда, Рамдас и Эктатоль и другие. Учителя-эксперты. Топай к учителю йоги, медитации и духовности, которые имеют опыт знаний в этой области, и они тебе помогут поделиться. И они поделятся своим опытом и предположат рекомендации и помочь тебе понять связь между этими двумя практиками. Исследования, академические статьи. Почитай академические исследования, статьи, которые следуют связь, а я ни при чем. Вот я тебе рекомендую, их там 700 тысяч книг, иди читай. Вы представляете или нет? То есть искусственный интеллект, который имеет доступ ко всему этому, он отказывается дать мне очень-очень простые цитаты, какие-то самые известные. Но при этом, если я сейчас зайду и напишу там, дай мне какие-то известные цитаты Мэрлин Мэнсона, то он тут же мне их выдаст. Вы представляете ли мне? Давайте дальше, ребят. Мы задаем вопрос вот какой. Дай мне определение гнозиса. Он говорит, гнозис, это термин, который обозначает знание или познание, особенно в контексте духовного, опять вот этого мистического или эмпирического познания. Он часто связывается с духовным просветленностью, глубоким пониманием реальности, божественной истины. Мы знаем, что такое гнозис, это знание не от человеческого ума, это знание дьян, это знание эврика, это знание, которое называется божественная искра, это знание просветления, о котором так долго тут говорят большевики. Так вот, в различных религиозных, философских традициях, таких как гностицизм, христианская гностика, некоторые школы экзотеризма и духовного пробуждения, гнозис рассматривается как способ достижения высшего духовного понимания или осознания сокровенных истин. То есть, они рассматривают гнозис как путь, а не как сам процесс вот этого познавания, не как гностическое знание. И эта гностическая традиция, которая видит гнозис как путь, она выделяет отличия между познанием, основанным на внешнем и общепринятым знанием, и гностическим знанием, гнозис, который является внутренним и глубоким пониманием духовной реальности и связи человека с высшими силами или божественными. То есть, и гнозис, и гностические традиции, и любые другие философские традиции выделяли два знания. Это знания, внешние общепринятые знания, знания основанные на науке, на книжках, на знаниях всяких там уголовных правах и другое знание, знание полученное гностическим опытом. Гнозис может быть рассматриваться как путь самопознания, осознания истинной природы себя, мира вокруг тебя, не через обычные знания, а через гностические знания. Гнозис стремится к преодолению ограничений материального мира и достижению духовного просветления. Важно отметить, что понятие гнозиса имеет различное толкование в различных контекстах и традициях, его полное понимание требует более глубокого изучения и исследования. Хорошо, можно ли считать гнозис знанием не от ума? Да, пишет мне он, гнозис можно считать знанием не от ума. Гнозис, как понимается в различных духовных традициях, основывается на глубинном познании или знании, которое идет за рамки обычного внутреннего мышления, интеллектуального разума, который оперирует понятиями, которые находятся извне. Оно относится к прямому, интуитивному познанию, интуитивному озарению, которое превосходит рациональные аргументы и логическое мышление. Это познание часто связывает с осознанием высших истин, философских, духовных реалий, глубинных аспектов бытия, которые не всегда доступны обычному мышлению. Это познание истины, которое проходит через внутренний опыт, мистические переживания, просветление или интуитивное проникновение в реальности высшего порядка. Основным отличием гностического знания от знания нет ума, чего, является его источник. В то время как обычное знание может быть получено через умственную деятельность, логику, обучение, опыт внешнего мира, гностическое знание считается глубоким внутренним, связанным с духовным измерением человека. Это просветление, откровение или сознание высших истин, которые выходят за рамки рационального мышления. Однако важно пометить, что гнозис имеет многие трактовки. Можно ли сделать предположение, что исихазм или богопознавание есть практика для получения гнозиса? Можно сделать предположение, что исихазм является одной из практик, которая может привести к получению гнозиса? Исихазм – это духовная практика, развиваемая в православной христианской традиции, которая включает в себя молитву и сосредоточение с целью достижения глубокого познания Бога и духовного просветления. В этой традиции акцент делается на внутреннем молитвенном опыте и сосредоточении на имени, часто совмещая его с ритмичным контролируемым дыханием. Практикующий устраняет мысли, сосредотачивается на молитве, призывает присутствие Божье и проникает в глубинные реальные духовные реальности и получает гностический аспект. Поиск и познавание, глубокого познавания Бога, самопознание, достижение близости с высшим духовным состоянием. Практикуясь исихазм, стремятся к пониманию и прямому опыту божественной истины, обретению гнозиса. Но важно отметить, что исихам и гнозис могут быть различной интерпретацией смысла в различных татах. Мне уже начинают тошнить от слова духовное просветление. Хорошо, что такое духовное просветление? Ой, это состоянный процесс дотяжения глубокого понимания сознания духовной реальности, высших сил и смысла жизни. То есть не можно сказать, что духовное просветление это гнозис, это знание не от ума. И набрасывает мне сюда вот эти свои бес... вот это все. Духовное просветление это прозрение, просветление, побуждение духовного познания, которое приводит к осознанию своей истинной природы, связи с божественным или высшим сознанием, а также к более глубокому пониманию себя и мира вокруг. Значит, это просветление может включать в себе различные аспекты. Такие как расширение осознанности. Что такое осознание и проникновение в глубинные аспекты собственного существа, эмоций, мыслей, опыта, а также в связь с окружающим миром в более широкой духовной реальности. Прозрение в высшие истины, понимание фундаментальных истин о природе, реальности, смысле жизни, о природе вокруг меня. Ну, то есть гнозис и есть понимание фундаментальных истин о природе вокруг меня, не от знаний вокруг меня, а от божественного просветления. Ценности, духовные закономерности, единение и прозрение в единстве. Это сознание своей внутренней связи с божественным. Единство с всем, божественное или высшее сознание, другими существами. Освобождение от иллюзий и страданий. Это проникновение в истинную природу страданий и иллюзий и себя и других людей, друзья мои. Освобождение от них, достижение состояния гармонии и покоя. Однако, духовное просветление может быть целью различных духовных практик и традиций, таких как медитация, контептация, молитва, самоанализ, духовное наставничество и многие формы духовной работы. Она может быть как внезапным просветлением, так и постепенным процессом развития и преображением сознания. Очень много слова «духовная реальность». Вот что такое, если вы, уважаемый гражданин, искусственный интеллект, что-то называете реальностью, то давайте тогда, наверное, поговорим. Значит, это, наверное, скорее всего, какая-то концепция, какая-то категория исследования. Что вы подразумеваете под словом «духовная реальность» постоянно, вот мне о ней говоря. Попью водички и будем сейчас мучить этого джипетии. Ребята, я по-прежнему здесь, я по-прежнему задаю вопросы искусственному интеллекту. Он просто достал меня своей духовной реальностью, и я ему пишу, что же такое духовная реальность, чем она отличается от обычной реальности. Духовная реальность относится к сферу духовных, метафизических, трансцендентных аспектов бытия, которые выходят за рамки обычной физической материальной реальности. В то время как обычная реальность связана с физическими измерениями, материи, восприниманием через наши чувства, «духовная реальность» включает в себя более глубокие, недоступные для обычного восприятия аспекты. Ага, то есть это моя личная реальность или что? Это трансцендентность, то есть духовная реальность простирается за пределы видимого мира, проникает в глубинные, более высокие измерения там существования. Она включает в себя сферу духовных сущностей, божественных сил, космических принципов, душевного измерения. Невидимость. Эта духовная реальность, она не всегда доступна для обычных чувственных восприятий. Она может быть скрыта и требовать особого состояния сознания для ее понимания, осознания и прощупывания, наверное. Воспринимание духовной реальности может происходить через интуицию, внутренний опыт, мистические переживания или духовное просветление. Ага. Интерконнекция. Духовная реальность подразумевает существование глубинных связей, взаимосвязей между всеми аспектами существования. Она выражает целью единства, взаимосвязанности его сущего, а также связь между материальным и духовным. А что такое духовное? Вы помните, да? Высшие истинные цели. Духовная реальность открывает понимание высших истин, ценностей, нравственности, которые превосходят материальные, повседневные аспекты жизни. Она включает в себя понятия о божественном, душе, смысле жизни, нравственности, этических принципах. Отличие духовной реальности от обычной реальности заключается в ее трансцендентном, глубоком характере, связанном с духовным аспектом существования, выходящим за ранки физического мира. В то время как обычная реальность фокусируется на материальном мире и повседневных аспектах жизни, духовная, открывает более глубокие, сокровенные, невидимые, связанные с духовностью, смыслом и высшей ценностью. Выходи. Так вот тогда получается, если все это познается через мои какие-то мистические, мои личные переживания, являются ли мои эмпирические познания, мои ощущения, духовной реальностью. В контексте духовности эмпирические познания могут служить определенной основой для понимания и исследования духовной реальности. Однако стоит отметить, что духовная реальность часто выходит за пределы того, что может быть измерено, подтверждено исключительно эмпирическими методами. Эмпирическое познание основано на наблюдении, экспериментах и измерении в физическом мире. Оно ориентировано на сбор фактов, данных и результатов. Нет, это не правда, потому что эмпирическое познавание это еще мое чувственное познавание. И я могу создавать различные чувства там, внутри себя, или ощущать эти ощущения внутри себя, без связи с экспериментами какими-то и без связи с физическим миром вообще вокруг меня. Духовная реальность часто включает в себя личные переживания. Ну, внутренний рост. Ну, смысловые понимания. Ну, так это же во мне трансцендентные аспекты бытия. Тайолы-палы, которые не всегда могут быть полностью захвачены эмпирическим подходом. Она часто относится к субъективным личным аспектам, которые могут быть восприняты и поняты только через внутренний опыт, интуицию, медитацию, духовные практики. Ну, так что ж тут не так? Эмпирическое познание может представлять некоторую информацию, контекст для изучения духовной реальности. Она сама по себе простирается за пределы чисто эмпирического подхода и требует индивидуального внутреннего опыта и осознания. Что это за бред? Неужели индивидуальный внутренний опыт и просветление, осознание чего-то не является моим личным собственным переживанием? А раз это является, то значит весь мой эмпирический опыт и есть вашим вот этим вот духовной вашей реальностью. Если мои личные переживания есть мой эмпирический опыт, то можно считать гнозис частью эмпирического опыта. А гнозис в своей сущности относится к глубокому познаманию и знанию, которое превосходит обычное эмпирическое познание. То есть что это за бред? Человек, который получает знания, он же получает знания у себя внутри, внутри своей там где-то голове, правильно? Внутри место, которое называется разум в этой части моего мозга. Ну, понимание высших истин происходит у меня же внутри. А если оно происходит, значит я переживаю появление этого и мое переживание этого, ощущение этого и есть мой эмпирический опыт. Гнозис простирается за пределы этого опыта. Он относится к глубинному пониманию, которое может возникать через внутренний опыт интуиции, медитации, духовной практики. Но так что ж ты мне одно и то же говори? И проникновение в трансцендентные аспекты бытия. То есть он соглашается с тем, что это мой внутренний опыт, интуиция, медитация, духовная практика. А потом чпунь приклеивает сюда трансцендентные аспекты бытия и говорит, нет, гнозис это не эмпирический опыт. А гнозис часто связан с духовным просветлением. Ну, он же проникновением смысловые глубины. Это же мое проникновение. Высшие истины. Ну, это же я понимаю эти высшие истины. Не кружка. Понимаешь? Я. Гнозис относится к трансцендентным аспектам реальности. Может быть осознан только через субъективный внутренний опыт. Ну, который индивидуально переживается. Ну, так это же и есть эмпирический опыт. Таким образом можно сказать, что гнозис выходит от заранки простого эмпирического опыта. И включает в себя более глубокое понимание, осознание трансцендентных собакоэкспектов бытия. Но разве осознание, глубокое понимание, другие и другой субъективный опыт не есть опыт получения идей? Да, действительно. Такные концепции или мысли, которые могут быть выражены и переданы с помощью языка и символов. А чувства? Разве у меня нет чувств, которые могут быть идеями? Субъективный опыт может послужить, а разве у меня нет рисунков, да, имиджи, которые вдруг у меня появляются в голове в виде идей, да? Субъективный опыт может послужить источником вдохновения для возникновения идей. Но сам опыт может быть сложно или невозможно передать полностью в виде конкретной идеи. И не нужно, это мой личный, я пережил это эмпирически, мой личный переживаемый эмпирический опыт тоже является чем-то, чем я могу отдать. Идея ли это? Ну, может быть, ты прав. Опыт может быть более ощутимым, эмоциональным, трансцендентным, тойол и пал, чем просто идея, которую мы формируем словами. Идея не всегда формируется словами. Идея иногда это просто наитие, идея это образы, идея это мыслеформы и идея это чувства. Таким образом, хотя субъективный опыт и осознание может влиять на формирование идей, они представляют собой более широкий спектр опыта, который включает в себя глубокое понимание интуиции, вдохновение, переживание. Идеи с другой стороны могут быть более конкретными, абстрактными концепциями, которые могут быть выражены и переданы через язык, язык и символ. Видите, да? То есть, из-за того, что искусственный интеллект никогда не получал в голову идеи в виде мыслеформы, идеи в виде картинки, он никогда не получал в голову идеи в виде наития какого-то. Понимаете? Иногда мы вдруг сворачиваем с этой тропинки, идем по другой тропинке. Почему? Потому что мы вдруг получили наитие какое-то, не буду этого делать, или пойду сюда, или сегодня не пойду на улицу, или что? Мы получаем наитие, которое затем приводит нас к тому, что мы ведем себя именно так, как по какому-то там наитию, да? И давайте мы завтра будем доклепываться, ребята мои, к чату GPT. Мы вынудим его признать, что никакой духовной реальности не существует. Что духовная реальность, о которой тут все болтают, это просто бесконечное место, где разные интерпретаторы зарабатывают себе бабло. Все, увидимся завтра. Харю! Харю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok